Итак, всем привет! Бионика – англическая биоэлемент жизни, прикладная наука, изучающая законы формирования и структурного образования живых тканей, чтобы объединить познание биологии и техники для решения инженерно-технических задач. Каждое живое существо – это совершенная система, которая является результатом эволюции многих миллионов лет. Изучая данную систему, раскрывая секреты устройства живых организмов, можно получить новые возможности в строительстве сооружений. С помощью бионик человечество пытается привнести достижения природы в собственные технические и общественные технологии. Прародителем бионики считается Леонардо да Винчи. Его чертежи и схемы летательных аппаратов были основаны на строении птиц и крыла. А вот основоположником бионики можно считать Антонио Гауди, еще в XIX столетии построившим первые уникальные дома. Именно Гауди первым стал не просто вносить в архитектурные сооружения декоративные элементы природы, а придал постройкам характер окружающей среды. Сегодня бионика имеет несколько направлений – это архитектурная бионика и нейробионика. Итак, поговорим об архитектурной. Бионика в архитектуре – это не просто искривенность очертаний форм, внешнее подобие раковинам, моллюскам, птичьей, скрупе, пчелинам, сотам, ветвям, весной чаще и т.д. Прежде всего, это более удобные, более гармоничные, более надежные пространства жизнедеятельности человека, которые, естественно, вливаются как в жизнь человека, так и в пространство окружающей среды. Например, оперный театр «Сиднея», стадион «Фишт», как будто ракушка на берегу моря. Архитектуре бионики присущи мягкие плавные линии стен, окон, перетекающие друг к другу формы, создающие ощущение движения. Внутри органического и живого дома создаются впечатления нереального сказочного мира. Данный архитектурный стиль предусматривает обилие света во многих комнатах. Зачастую используются цветные стекла, поэтому и свет может быть необычного оттенка. Здание становится живым организмом. Круговой обход, который дает многообразие видов. Под разными углами зрения, вне углами меняется само помещение. Дом-ракушка в Мексике напоминает моллюск наукиос. В бионику можно увидеть и в последневной жизни. Например, затяжка молния была сделана на основе строения пера птицы. Борозки пера различных порядков оснащены крючками, обеспечивают надежное сцепление. Инженер Джордж Демонстраль, устал постановить чесить собаку, решил выяснить причину, по которой сорняки прилипают к шерсти. Так была создана липучка на принципе кода дурнишника. Воздушный колокол паука серебрянки совпадает с водолазным колоком галлея. Бионик-автомобиль. Его форма позаимствована у тропической рыбы чемодана, тело которой обладает отличными аэродинамическими характеристиками. Эфелева башня. Основана на научной работе шрицарского профессора анатомии Херман Афон Мейера. Каркас башни подобен космосу и бердельной кости. Благодаря изучению гидродинамических особенностей китов и рыб, удалось создать особую обшивку торпед, которая при той же мощности двигателя обеспечила повышение скорости на 20-25%. Здесь, я думаю, вы догадались. Дом Гельфин в Санкт-Петербурге. Проспект испанских архитекторов в некотором смысле возвращает к теме метаболизма, так как план здания напоминает переплетение хромосом, которое делит экстерьер здания на ячейки и отсылая к теме клеточного строения. Институт молекулярной биологии в Австралии напоминает молекулу. Останкинская телебашня. Принцип строения был основан на соломине. Стебель почти всех представителей семейства злаков соломина, утолщенная в узлах и поле между узлях. Такое строение стебля сочетает большую прочность и легкость конструкции. В Зимбабве город Харе уникальное по своему строительству здание. Инженеры взяли за основу планировку терминников и создали в здании систему воздуховодов, которая способствует снижению энергонатрат на кондиционирование. Что же такое нейробионика? Нейробионика изучает нервную систему человека, животных и моделирование нервных клеток нейронов и нервных сетей. Это дает возможность совершенствовать и развивать электронную учительную технику. Ученые создали первых живых роботов или ксеноботов, используя для этого стволовые клетки африканской шпорцовой лягушки. Кевин Китт Паркер из городского института ВИСа по биоинженерии создал биоробота, ската с золотым скелетом, который двигается благодаря сокращению клеток крысиного сердца, когда на него светят фонариком. Изобретение знаменитого изобретателя эпохи итальянского возрождения в области в реальность исследователей из Гарлота Роберт Вуд и астрономический инженер Дэвид, микроскопический летающий робот-муха. А робот создан по принципу водомерки. Биороботы могут оказаться незаменимыми помощниками в разведке, чистке от последствий традиционных и других катастроф. Использование живого организма как основы микробота решает проблемы энергопитания микродвигателей. Биопротезы – новое направление медицины, которое поможет по новому взглянуть в нашу жизнь. Также биопротезы делают для животных. Связь человека и природы неразрывна, как бы человек не стремился к прогрессу, он все равно возвращается к природным истокам. Гарлота – это начало, из которого на протяжении веков люди черпают вдохновение, создавая все новые творения. Если вам понравилось, подписывайтесь, задавайте вопросы. Всем пока-ка!